Итак, друзья, у нас сегодня на канале встреча с гостем, и я думаю, что те из нас, кто смотрит канал «Гостя», те его знают, а те, кто не смотрит, те будут знать, что есть такой канал, может быть, посмотрят. Давайте мы тогда начнем с представления. Представляйтесь. В общем, меня зовут Анатолий, я на данный момент нахожусь в Нью-Йорке. Мы также с братом ведем канал по поводу оформления документов в США, по поводу переезда. Я у Михаила в школе учился на онлайн-курсах, закончил я успешно, и на данный момент уже, может, полгода уже есть, по-моему, работаю тестером программного обеспечения в Нью-Йорке здесь. А как вы с братом вместе попали в Америку? Это родной брат? Да, это родной брат. Мы были где-то вместе здесь год, может, чуть больше, я уже точно не помню. И брат переехал в Северную Каролину, он работает сейчас водителем, машины возит. Мы приехали по обычной туристической визе сюда. Изначально не планировали оставаться. В связи с некоторыми обстоятельствами нам пришлось остаться, но на данный момент мы уже здесь более двух лет. Так откуда вы приехали в Америку? Мы с Украины, город Чернигов. Это на границе как раз с Россией, с Белоруссией, наша область. И пока земляков особо не встречались в нашей области. Партизанские места такие. Много и западных украинских здесь людей, конечно, в Нью-Йорке. Очень много. Да, я в Чикаго сейчас был, там прям целая Украинская виллач. Там очень много народа именно западных украинцев. В Украине тоже есть район Украинской виллач. Есть украинские рестораны, да. Как интересно. Будете на Манхэттене, заходите. Хорошо, так вы какого возраста с братом? Мы, нам по 26 лет на данный момент. Он старше меня всего на час. Мы совсем не похожи. И все спрашивают, вы родные братья или вы всех обманываете? Ну, мы родные братья. Просто он похож на маму, я похож на папу больше. Но мы двойнято, но не близнецы. Двойняшки. То, что называется разнояйцовые. Да, да. Ну, что же, хорошо. Так 26 лет. То есть к моменту приезда, может быть, у вас уже было какое-то образование. Да, мы закончили. Брат закончил педагогический наш национальный в Чернигее. Я закончил политехнический тоже наш. Он уже на данный момент национальный, но тогда был государственный. Закончил инженерную специальность. В одном из последних видео я рассказывал, когда рассказывал про то, как я нашел работу после ваших курсов. Рассказывал специальность инженерная, проектировщик. Проектировщик чего? Металлоконструкции. Civil engineering это здесь называется. Жуткое дело. Слушайте, а брат преподаватель каких дисциплин? Он по физкультуре, по спорту. Такой спортсмен. Да. Ну, мы всю жизнь, я сколько себя помню, мы всю жизнь в спорте были. Благодаря нашим родителям, наверное, тоже. А в каком именно спорте? Когда мы были совсем маленькие, нас родители отдавали. Ну, тоже, наверное, искали, что нам будет интересно. Отдавали на дзюдо, на рукопашный бой ходили. Но как-то не особо пошло. Брат пошел потом на легкую атлетику. Он бегал, наверное, с пятого или шестого класса. Вплоть до университета участвовал и во всеукраинских соревнованиях. В Европе участвовал. А я бегал тоже, наверное, года три. А потом я в школе пошел на баскетбол. И с десятого класса до выпуска играл в баскетбол. Ну, помимо того, я на коньках хорошо катаюсь. Так а вы... рост у вас какой? Метр семьдесят шесть. Позиция форварда у меня была. Не то, что какой-то такой. Не дыл, да? Нет. Как-то между большими. Так раз-раз можно поскользнуть. Они там покатывали, да? Здесь в НБА есть игроки, которые моего роста и ложат слэнданки. Перепрыгивая через двухметровых людей. Поэтому... Кошмар. Так. Ну, хорошо. Так мы с вами не сказали, что канал наш называется Brothers in USA. Да? И вы мне тогда знаете, что вы мне скинете ссылочку на канал. То есть я могу, наверное, поискать на Ютубе, ну так, чтобы надежно было. Скинете ссылочку, я там дам у себя. О чем канал? И почему вы вообще пришли к тому, чтобы на Ютубе что-то делать? Да. Хороший вопрос, конечно. Нас часто спрашивают, зачем, в первую очередь, зачем мы это все бесплатно делаем? Денег на Ютубе мы не зарабатываем. Ну, помимо там нескольких долларов. Изначально мы, когда были в Украине и еще были в университете, мы каждое лето с братом ездили в Германию работать по обмену студентами. И после самой первой поездки нас сильно впечатлило то, что мы увидели там. Поскольку разница в развитии, грубо говоря, скажем так, в Украине и Европе очень большая. И нам даже отчасти было немного обидно, почему люди, остальная часть планеты живет много со временем, имеют технологии, доступные цены на все. А мы вроде бы и хорошая страна с потенциалом, с хорошими людьми и, ну, глубоко и в хорошем месте находимся. И мы как-то с братом, когда были четвертый год, четвертое лето были в Германии, мы подумали, давай попробуем получить визу в США, может, получится. Такие легенды ходят, это нереально получить визу в США и так далее. Ну, мы думаем, давай попробуем. На тот момент мы тоже смотрели видео Андрей Мигранта, с которым мы недавно так записывали тоже. Вот, и он тоже рассказывал по поводу переезда, вот, и мы как-то вдохновились, думаем, давай записывать видео, может, как у нас получится. Вот, ну, мы решили. Я понял, Андрей, иммигрант видео у вас вдохновил. Ну, да, мы смотрели Андрей, я смотрел также и ваш канал, не канал школы, а именно ваш повседневный, о котором вы рассказываете. Как-то было интересно, вот, и мы решили, ну, поскольку каждый человек и каждая ситуация у всех персональная, и мы решили снимать видео от нас, с нашей позиции, может, кому-то будет полезно. Вот, и как-то пошло. Конечно, первые видео были деревянные, все такие, да, вот, криво получались, но как-то... Ну, потихоньку, конечно. Да, решили записывать видео, как заполнять анкеты, как приехали сюда, с какими сложностями мы сталкивались при получении водительских прав, это всякие тоже легенды ходят, как можно обмануть систему. Подождите, то есть вы получали водительские права еще не будучи, как это назвать, не имея, как бы, легального статуса? Нет, мы были на туристических правах здесь, и в качестве туриста мы отбивали пороги, наверное, в течение трех или четырех дней, как правильно нам это все сделать, какие поинты собрать надо. В итоге мы получили права, ID, права и так далее, и мы же это на канале показывали. Далее пошли видео по поводу разрешений на работу, ну, все в этом роде, и все подробно, инструкцию снимаем, записываем. И главный вопрос, почему, зачем мы это делаем, вот, почему бесплатно, и нас продолжают поступать предложения, бизнес-сотрудничество и подобного рода. А расскажите, что вам предлагают? Ну, как встречать там людей в аэропорту, как адаптациями заниматься, обмениваться, записать как-то совместное видео, не помню, как там было написано в письмах, по поводу адаптации, обмена клиентами, мы отправляем клиентам, им, они отправляют нам, и типа взаимообмен такой. Я, честно говоря, такого не получаю, то есть мне иногда пишут, давайте запишем какое-то видео, чтобы там рекламу нашего бизнеса сделать, но я как бы не хочу, сколько это стоит, а так, чтобы кого-то встречать, что-то как-то мне не предлагают. У нас были люди, которые вот просто пишут, еще находясь в Украине, у нас, мы готовы заплатить там тысячу долларов, грубо говоря, там не по-моему суммы, встретьте нас, найдите нам жилье, найдите работу, все нас, грубо говоря, устроите, за руку поводите, мы вам заплатим, такого всего рода, вот, но это не наш заработок, у нас не была цель зарабатывать на людях, мы готовы помочь информацией, нашими видео, вот, и снимаем дальше, показываем, как, как решить проблемы, допустим, как у нас были, и почему бесплатно, потому что у нас тоже была куча проблемных людей нашей, на нашем пути тоже проблем много было, и решили рассказывать людям, как это все лучше обойти, как это дешевле, как не попасться мошенникам, у нас даже есть в ВКонтакте отдельная группа для таких, где люди оставляют контакты, работодатели, которые обманули, не выплатили, в Нью-Йорке, это очень большая проблема среди наших людей, там, украинцы, белорусы, россияне, неважно, как бы, русская игращая, это большая проблема среди тех, кто приехал сюда уже много лет назад, и, к сожалению, очень много людей обманывают, очень много. А из-за чего там, из-за нескольких баксов, это бессмысленность какая-то? Ну, как бы, я не знаю, может, там люди жалеют и двух баксов доплатить, не знаю, есть люди, которые 800 долларов за неделю не получают зарплату свою, и в итоге сказали, обращайся куда хочешь, ты можешь сесть за то, что работаешь без документов и все, а при том, что люди не знают, что первая ответственность на том, кто знал человека без документов, в этом проблема. Нет, проблемы никакой нет вообще. Значит, с точки зрения выплаты денег за работу, есть такой человек, я не знаю, как он называется, вот скажем, в Нью-Йорке, а у нас это называется labor commissioner, значит, в департментах labor есть labor commissioner, значит, ты идешь туда, не стоит ни копейки, и заполняешь жалобу, которая состоит в том, что ты работал, тебе не заплатили. Легальный ты при этом или нет, не интересует вообще никого. Вообще никого. Больше того, у нас миллионы людей нелегальных в стране, и они работают, и их никто не трогает, просто потому, что они не уголовные. Вот у нас уголовных нелегалов пытаются выселить, хотя им это не очень удается. А тех, кто не уголовные, мирные, их вообще не трогает никто. Поэтому это просто, может быть, эти работники, знаете, такого уровня развития интеллекта и, так сказать, знания Америки, что они сами об этом не знают, но, может быть, они просто спекулируют на том, что человек напуган и не пойдет жаловаться, но вы можете спокойно пойти жаловаться, он вам тут же выпишет чек, вот его вызовет этот самый комиссар, он тут же выпишет вам чек, вот без разговоров. То есть... Да, проблема в том, что людей запугивать тем, вас посадят за нелегальную работу, вы ничего не докажете, я тут уже гражданин с грин-карты, 20 лет, я тут все, я тут бог. Ну, такого плана. Ну, то есть это уроды уже натуральные, это не то, что... Это не бизнес, это как-то женщина. Нет, ну, конечно, вот можно про них рассказывать, но самое правильное пойти и... Во-первых, можно написать на их бизнес. Вот есть там разные места в интернете, где можно про бизнес написать. Просто люди какие-то, как сказать, не боевые, я бы так сказал. Ну, хорошо, так а сколько у вас видео на канале? Как часто вы делаете? Вот это на данный момент, который, если это видео загружу, это будет номер 100. О-о-о, окей. Слушайте, это очень интересно. Имея 100 видео, сколько у вас уже подписчиков вот с этими 100 видео? Не так много, 8 с половиной тысяч примерно. Это очень много. Вы себе не представляете, как это много, имея 100 видео? Да вы чего? У меня просто планка такая, надо больше, больше, больше. Всегда же расти хочется. Ну, так а сколько вы этим занимаетесь? Ну, вот как приехали, как получали визу, мы начали снимать видео. Больше двух лет. За два года как бы у людей более быстрее набираются подписчики. Ну, там некоторые рекламы вкладываются, некоторые там снимают бредовые всякие видео, которые популярны в интернете становятся. Это все-таки другое. Значит, вы апеллируете к аудитории, которая интересуется жизнью в Америке, причем в более таком практическом ключе, правильно? Да. Мы нацелены на бесплатную информацию, скорее всего. Да, это небольшая аудитория. Вот я могу сказать, что я сейчас уперся в эти 100 тысяч, у меня 108, может быть. И я хочу сказать, что темпы прироста совсем не такие, как когда у тебя там их 20-30 или что-то. У нас регулярно подписчики в день так стабильно до 10 человек постоянно каждый день добавляются. Вот. Ну, не знаю. Я помню, как мы начинали, как мы с братом смотрели первое видео. О, посмотрело 10 человек, посмотрело 100 человек. Я помню, я помню. Я помню очень хорошо. Вы получили уже серебряную кнопку, или нет? Серебряную кнопку получили, вот если вы посмотрите какую-то съемку, что я в офисе делаю. Вот я сижу, тут у меня компьютер, а вот тут у меня на стенке серебряную кнопку быстро прислали. То есть, может быть, за пару месяцев я не ожидал. То есть, люди говорили, что им долго слали эту кнопку. Да, спрашивай, потому что люди снимают видео на YouTube и там ждут по полгода кнопку свою. Да, значит, у меня она пришла за недель 8, 7-8 недель примерно так. Ну, они так и писали. Когда ты формочку заполняешь, они говорят, придет через 6-8 недель. Время ушло на то, чтобы получить эту формочку. То есть, месяца два. Месяца два прошло, когда уже было 100 тысяч, а предложения заполнить формочку не было. Но мое понимание такое, что они хотят убедиться, что 100 тысяч есть надежно. Потому что если скачет вот так вот, то, наверное, там другие критерии. Но поскольку мы так более-менее стабильно подрастаем по чуть-чуть. У меня, конечно, не 10 в день, у меня примерно, сейчас я скажу, ну, тысячи-полторы в месяц. То есть, можно сказать, 50 в день. Хотя скачет иногда, иногда в минус уходит. Да, да, тоже есть такое. Бывает, отпишется 5 человек, а потом подпишется в 2 раза больше. А тут еще есть интересный момент. Значит, если ты, ну, скажем, сегодня у тебя подписал вдвое больше, чем вчера. Это значит, что завтра-послезавтра у тебя отпишется больше, чем раньше. То есть, обычно люди, которые отписываются, они отписываются очень быстро. А у меня еще проблема такая, что я много видео делаю. И то есть, у меня такой блок активный. Там, пошел в магазин, написал, там, рюмочку, там, под лимончик написал, там, еще что-то. А как вы успеваете это все обрабатывать, загружать на канал? Я практически не обрабатываю, я сам, да, но я не обрабатываю. А что там, ну, я когда монтирую, ну, бывает так, что я когда записываю, я тут же чувствую, что что-то я не то сказал, надо убрать потом. Вот. И я потом вырезаю. Но в основном, когда я куски складываю, знаете, когда кнопочку на камеру нажимаешь, немножко так она, вот, проворачивается, я вот эти вот пограничников убираю. И все, и совершенно времени не занимает. Оно занимает фокус какой-то. Знаете, ты сидишь, ты думаешь, думаешь, что такое снять. Дальше, если за день ни одного видео не повесил, я начинаю себя чувствовать виноватым. Потому что есть люди, которые говорят, вот мы с утра под кофе смотрим. Как сериал уже дома. Ну, да, и я думаю, что же я их сегодня без кофе оставил там. Ну, в общем, как-то так, ну, да. Нет, потом я же в школе, у меня же все время что-то такое происходит. Люди живые ходят. Да. Сколько у вас человек в школе в общем взять, если все группы, сколько у вас в день учится человек? За день? Одновременно вы имеете в виду? Ну, одновременно это, ну, скажем так, за неделю, да, потому что есть люди, которые, допустим, в понедельник, среда, пятница, соответственно, в вторник и в четверг их нет. Но если, как это называется, concurrent students, вот те, которые одновременно в школе записаны и посещают занятия, это пять групп одновременно, и пять групп, ну, в среднем, там, допустим, 30 человек, ну, 150, это которые на кемпусе, а которые в онлайне, вот у меня сейчас группа 135, такого плана. Вот мы только-только начали. Только набрали новую группу, да, получается? Только набрали новую группу. Перед этим было 160, но там мы лишний месяц между группами задержались, и вот за этот лишний месяц там еще сколько-то подошло, я не ожидал, но так вышло. У меня несколько друзей выпустилось с предыдущего онлайн-класса. И сентябрьская группа. Да, получается, да. Мы сейчас немножко медленнее стали их на рынок выпускать, потому что у нас вот сейчас появилась процедура job market clearance, то есть Кристина, которая мне помогает, она должна с них получить вот такое интервью, она записывает это на видео, я потом посмотрю, чтобы они нормально рассказывали там о себе, чтобы они о проектах рассказывали, потому что сейчас последние полгода труднее получать интервью. По всей стране так. И по всем профессиям это очень такая тенденция. И чтобы они уже не тренировались во время интервью, а чтобы они во время интервью уже пришли и получили. Ну, у вас сколько интервью было? Face to face? Да, да, face to face. По-моему, четыре. Это было два с рекрутерами, именно в рекрутерском офисе, и два в компании. Ну, рекрутеров мы face to face не считаем. Рекрутер вам работу не дает, он просто смотрит на вас, послает вас куда-то или нет. Да, да. Есть рекрутеры, которые, наверное, они за это больше денег получают, но они, в смысле, с компанией берут, но они говорят, вот у нас каждый человек, мы вам не посылаем кого-то с интернета, мы видим каждого и так далее. У меня был случай смешной. Я работал кей-менеджером, а девелопмент-менеджер в какое-то агентство обратился, чтобы ему прислали программиста. Ну, и он... Ну, приходит человек, ну, типа женщина, но... Знаете, что такое кросс-дрессер? Нет. Кросс-дрессер – это человек одного пола, который одевается в человека другого пола. Вот. И пришел такой парнище, одетый в женское, во все женское, и так напомаженный такой. Вот. И... Ну, и так они вроде поговорили, а и тут ему девелопмент-менеджер ему говорит, ты, говорит, езжай вот сейчас в агентство и вот к рекрутуру своему давай. Вот он тебе там все скажет. А сам звонит этому рекрутеру и говорят, вот, Игорь, ты мне вот что-то прислал, да? Вот я тебе эту, эту посылаю к тебе в офис, чтобы ты на нее посмотрел. Вот. И, значит... Да, так вот, те, которые сначала смотрят, они подороже берут, вот, поэтому... Но это полезно в том смысле, что все равно какие-то вопросы, какой-то разговор, это просто как тренировок хорошо. Да, каждое интервью было это как первое, совсем неудачное, второе получше, третье, ну, с каждым разом и вопросов больше, и ответы лучше, и... Ну, такого плана. Ну, а сейчас мы пытаемся вот это все делать в нашей лаборатории, как бы, да, то есть они готовятся, а потом уже когда пойдут на интервью, чтобы не было двух рекрутеров, как у вас, а чтобы сразу пап там и работу. То есть вы должны получить оффер с двух интервью. Я, по сути, получил первое face-to-face интервью, которое было, это, по-моему, это даже, если не ошибаюсь, наверное, тоже был рекрутерский офис, я точно не помню, но была какая-то компания, не рекрутерская, по-моему. Я уже точно не скажу, но компания, от которой я получил оффер, это у меня было фонскрининг, затем был face-to-face, три face-to-face было, и я от этой компании, по сути, получил оффер. То есть три раунда face-to-face? Вообще четыре раунда, если так смотреть, с фонскринингом, был человек с HR, и семь человек в сумме было. За три прохода? Да, да. Слушайте, так это вас на постоянную позицию брали, наверное, да? Годовой контракт дали сразу. Контракт? Ну, слушайте, то есть у вас для контракта вас очень сильно... Да, я знаю, не все так говорят. Много-много народа вас смотрел, но я хочу сказать, что сколько раз я там на контрактах работал, обычно это мог быть вообще один человек, поговорили 20 минут и пошел. На контракт легко нанимают, но это на год. Да. Но у меня первый был face-to-face с моим текущим менеджером, QA, затем было интервью, было четыре человека, два тестера, один development manager и директор QA был. А третий face-to-face был уже с вице-президентом компании по скайпу. То есть небольшая компания? Очень большая. Большая? Очень большая. И вице-президентом... В трех странах мира есть. Слушай, когда же вице-президенту с вами разговаривать? Я еще поражаюсь. Я не знаю. Обычно в маленьких конторах там большое начальство участвует. Я после face-to-face интервью, когда было четыре человека, думал, все, устраивай себе выходной, хватит с меня стресса. Пришел, расслабился. И присылают мне через несколько дней. Поздравляем, вы успешно прошли. Мы хотим пригласить вас еще на одну. Да, блин. Думаю, сколько можно. Слушайте, так сколько вы были на рынке от момента, как вы первый раз там на Dice повесили? По нашей технологии положено было на Dice сначала повесить. От этого момента до получения оффера. Если взять момент, когда я уже все правильно именно разместил на Dice, все буллеты, все ключевые слова, потому что до этого у меня было пару профайлов, которые я менял и удалял, потому что неправильно было резюментом, неправильно было буллеты и все в этом роде. Я с момента, как уже полностью разместил новый профайл, это было два с половиной месяца примерно. Ну, тоже не в один день, слушайте. Но параллельно с этим два с половиной месяца это когда я уже получил оффер. То есть у меня четыре интервью растянулись на месяц примерно. Правильно я был на рынке, соответственно. Если бы я знал, что я получил оффер, я бы уже закрыл бы через месяц этот профайл. Ну, это говорит о том, что не то, что вас порвали на части. То есть вы месяц в одну контору четыре раза ходили. То есть у вас не было, скажем, два интервью в неделю, или даже два интервью в месяц. Были фон-скрининги за этот период. Порядка десяти фон-скринингов было за два месяца. Ну что? Были рекрутерские компании, которые приглашали на интервью именно с рекрутером пообщаться. Но я к таким даже и не ходил. После двух интервью с рекрутером, от которых я не получал никакой связи вообще, абсолютно. Ну, наверное, не пойдут. Очень многие люди не пойдут, потому что они уже хотят результат. Очень многие люди пойдут, потому что им хочется с кем-то потренироваться. То есть это не... Особенно там по-английски не очень говорят. Знаете, ну пойду с рекрутером, а что люди время тратят там. Да, это хорошее правительство. Я не спорю, как бы. Если у кого нужно потягивать язык, у меня тоже язык был далеко не хороший, наверное, и средний уровень не был. Не знаю, я как бы себя так оцениваю. Но интервью я проходил вообще без проблем. Именно в текущей компании, от которой я оффер получил. Проблем с языком не было. Акцент есть. Ну, никаких даже намеков на дискриминацию по акценту. Ну, нет, абсолютно. Не то, чтобы у них... Не то, чтобы у них... Да, выбора большого у них нет. То есть они... Как только человек работу делать может, это, в общем-то, уже достаточно. А вы рассказывали на канале, сколько денег платят, или это так, как-то за кадром? Я не хотел. Ну, хорошо. Я почему спрашиваю? Потому что... Ну, может быть, вот из опыта вашего и ребят в группе, которые были, вы там не один из Нью-Йорка. Там, может быть, вы общаетесь даже, я не знаю. Я могу сказать и так. У нас параллельно, когда мы учились у вас в ММ-классе, Ленара у нас создала группу параллельно Skype, где мы обсуждали вопросы, которые мы там недопоняли, какие-то вопросы были. Да, да. Согружать общий чат, где мы учились. У нас сейчас там порядка больше 150 человек. Там уже добавлены люди, которые два года назад вашу школу закончили, которые только выпустились. Откуда они взялись-то? Ну, как-то у кого-то друзья в Штатах. Кто-то подобавлял. Через знакомых, да. Да. И там ребята, когда мы на рынок выходили, там Женя один из первых, по-моему, Березин вышел на рынок тогда. Да, был такой. Там ребята повыходили на рынок. Для кого-то не был секрет рассказать, кто чего получал. В этой группе мы общались и свободно рассказывали, обсуждали, какие цены по рынку. И ребята примерно получали, если брать по часовку, в зависимости от тайма, как бы если брать по часовку, то в среднем минимальное то, что я слышал, это в какой-то там глуши, 22 доллара в час получали. И было ребята, которые 36 получали в час на старт. Я вам скажу, что 22 в глуши, это может как 40 в Нью-Йорке. Да, 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 я согласен. Слушайте, а вот такой вопрос. Буквально день-два назад мне парень один написал из Нью-Йорка, зритель, который приехал по визе там для Одарёвна, грин-карту получил, для Одарёвна. Да, и вот они приехали, и он говорит, Михаил, вы даже не представляете, как трудно снять жильё, говорит он, в Нью-Йорке. То есть, ванн-бэндрум, пишет он, меньше 1500 вообще не найдёшь, но они при этом хотят кредитную историю, они хотят референсы, они хотят касайнера, и в итоге ему пришлось чуть ли не за год заплатить вперёд за квартиру. Действительно такие кошмары, или просто ему не повезло? Ну, если снимать жильё официально, легально, с договором на аренду совсем, то как бы да, требует и кредитную историю, требует баланс на счету для оплаты, допустим, на полгода вперёд. Если брать приезжих по турвизе, которые без документов и так далее, это только субаренда, снятие комнаты, студии какой-нибудь, это пересъём у тех, кто уже снимает. Но это жильё в основном в ужасном состоянии, и в основном это для наших, в русских районах и так далее. Если брать, официально снимать, допустим, я сейчас снимаю тубэдром-квартиру, то да, просят и документы, просят кредитную историю, запрос на кредитскор, на кредит-хистри. И нам, мы, по-моему, платили на три месяца вперёд. Вы давали депозит-то на три месяца. Депозит, да. Слушайте, у вас ещё похлеще, чем у нас тут. У нас человек, допустим, переносит письмо, что он работает, и всё. Вот письмо от работодателя, и это отменяет абсолютно все. Он может ещё при этом в социал-секьюрити номера не иметь. Да, да, да. И, ну, будет, ну, вот он, чё. У нас намного либеральнее, смотри-ка. Здесь, понимаете, тоже, если человек заезжает в квартиру, и он не платит, то его не имеют права выселить на протяжении трёх месяцев минимум. Только могут выселить по решению суда. И человек, лендлорд, там, запустит его к себе в квартиру, он не будет платить три месяца, его просто выселят, он не будет обязан заплатить даже за это. как бы всякие претенденты бывают. Я думаю, что если с детьми, например, семья, так там и трёх месяцев менять делаешься. Да, да, да. Там это может быть и шесть, и больше. Да, верно. Да, ну что же, у вас не называется ренд-контрол, у вас называется стабилизейшн, да, как-то так. Здесь ещё проблема тоже такая, самостоятельно найти жильё хорошее, с ремонтом, очень тяжело, практически нереально. Весь бизнес построен на риэлторах, на риэлторских компаниях, и это повезёт, если по объявлениям на Крейглист найти какую-нибудь квартиру от хозяина. Были ребята, которые так находили, в основном это риэлторы, и только через них нормальное жильё, которое с ремонтом совсем. Но вы не платите риэлтору, ему платят владелец. именно клиенты платят. Вот так даже? Да, да. Я думаю, это не во всех. Есть компании, которые платят там лендлорд, но в основном это плачут клиенты. Вы знаете, мы с вами как в разных странах живём, я так вот слушаю. Нью-Йорк, это вообще, это не Америка, это совершенно другая сторона, как будто. Ничего себе. Ну хорошо, ладно. А действительно, вот такие цены, что ванн-бэдрум там далеко не в лучшем месте, и всё такое, и полторы тысячи может тянуть? Зависит от района. Есть ванн-бэдрум, который стоит и три тысячи на Манхэттене, и есть ванн-бэдрум, который стоит тысячу где-нибудь на Брайтоне с клопами и так далее. Нет, ну без клопов, если так, элементарно, адекватно. порядка 1500-1600 долларов. Можно найти дешевле, сейчас найдутся по-любому люди, которые, о, вот я снимаю там за 1200. Зависит от того, когда был лист подписан, поэтому каждые два года поднимают рент и так далее. Как бы много нюансов. Ну в среднем, да, примерно такая цена. За 2-бэдрум с ремонтом это 2-200, где-то так. Но подождите, если это вот старый дом, под этим вот rent stabilization актом, то за два года, там, из контракта на два года вам могут поднять, там, я смотрел уровень разрешенного поднятия цены и там было, что там 2%. 102%, да. Это же вообще, те же деньги, это меньше, чем инфляция. У нас вот могут так поднять, что, господи, люди, которые 4 года назад платили 1200, сейчас могут легко платить 2000. Да, это много. Здесь даже в метро есть, когда приходит время, там, пересмотра, подписания лизов новых и так далее, то даже есть реклама в метро, что при каких условиях вам имеют право поднять рент, а при каких условиях вам не имеют права поднять рент. В прошлом году, допустим, имели право поднимать рент только на лиз на 2 года и выше, то есть тех, кто на год не имеет права поднимать. У меня сейчас есть студент, прямо вот в школе, из Нью-Йорка приехал парень, и вот он рассказывает, что он снимал квартиру. У него там... Не Романова зовут? Как? Не Романова зовут? Ну, что там? У нас их несколько из Нью-Йорка, из Нью-Йорка, на человек 5 сейчас. Вот грубо началась 5-го, 5-го января, там человек 5 из Нью-Йорка. И вот он рассказывает, что он снимал квартиру за по тысячу четыреста пятьдесят, или триста пятьдесят. И ему написали в контракте, он мне его показал, что ему этот рейд такой промоушен, что это не официальное, а вот ему на год, контракт на год, ему на год дают промоушен. И когда стал год к концу подходить, ему, как положено, на обновление лиза, значит, ему дают новый контракт, а там хотят две с половиной. Да, да. Да, и значит, я говорю, а как же ваш этот рынок контрол, там и все дела вам. А они объясняют тем, что это не был рыночный рейд, и они типа имеют право. Действительно, вот такие случаи, вы слышали такое? Такое не слышал еще, но я верю, это на сто процентов, я практически уверен. Здесь такие лазейки находят, и с годами это просто каждую лазейку закрывает, но люди попадают на деньги здесь. Здесь такие умы просто. Ну, он может уехать оттуда. Он говорит, что если там в соседний дом переехать, то будут те же тысячи пятьсот. То есть, не то чтобы это какая-то рыночная цена, там, две, две пятьсот. Дети, неужели кто-то будет так? Когда я подписывал договор на аренду, то изначально давали на год, вот, но потом я, когда подписывал документы, я смотрю, поставили на два года. Думаю, ну, хорошо. Ну, два года вам, собственно, вам без разницы, потому что если вам через год продлить, то там на один процент повышают, а если через два года на два. То есть, ничего такого тут нет. Ну, что же, хорошо, ладно, интересно. А вот у вас брат, который, можно сказать, на час, там, моложе или старше. Старше. Старше на час. А он не говорит себе, эо, так может и я пойду там как-то там, в тестирование. Тестирование? Ну, он, может быть, пошел, он-то не особо любит с компьютерами общаться. Он говорит, я могу пойти как-то освоить, но я чувствую, я буду в офисе в этом просто загорать. Ну, хорошо. то есть, вот так, атлетичный человек баранку крутит, там, хорошо. Еще гидроусилители его брать и вообще будет там еще тренироваться. Не на траке, не на большом, а там он на пикап-траке возит, на рецепте, там, на машине. хорошо. Вот если взять по зарплате человека, который вводит небольшой пикап-трак и, например, вас, который на первой работе тестером, это сравнимые деньги или это существенная разница? Здесь такой момент еще, если работать на чек либо на кэш. Вот. Поскольку есть ребята, которые работают на кэш, катаются очень много, сутками просто, ну, там, один выходной в неделю делают, там, два редко. Вот. Катаются очень много и зарабатывают больше, чем тестер на старт. Это 100%. Вот. Но это, ты сутками не бываешь дома, у кого семья, это вообще просто, ты с семьей не живешь. Ну, подожди, если пару лет пройдет, пару лет пройдет, то этот тестер его обскачет очень сильно. Так. Не спорю, да. И опять-таки, для того, чтобы зарабатывать больше, чем тестер, дальнобойщику нужно ездить, просто сутками ездить. Вот. Как бы. Может, дальнобойщики там какие-то нюансы знают? Все-таки, все-таки есть разница. Тестер, каждый год растет его квалификация, растет стоимость его труда и так далее. А дальнобойщик, он на самом деле становится старше, ему все сложнее этим заниматься. Кроме того, цена здоровья, которое в это дело вкладывается и потом не отобьешь. Если есть те часы, которые работает тестер, допустим, по 8 часов, от звонка до звонка, то я думаю, это будет, может, практически та же самая зарплата, может, чуть-чуть больше. Вот. Поэтому, я думаю, наверное, равноценно. Для начинающего. Хорошо. Да. Да. То, что вы делали до тестирования, это было что? До тестирования? Это было, я сейчас вспоминаю, я идти на завод после университета не хотел, работать там, нас как, алкоголики в основном старые работают на заводах и все, молодежь туда не идет, к сожалению, зарплаты никакие, поэтому там остались работать, которые там работают за копейки. Это вы про Чернигов говорите? Да. А в Америке что вы делали до тестирования? В Америке занимались разной работой, была и мувинг был, и в ресторане работал, пока учился в школе, поэтому после работы сразу учиться и все в этом роде. Вот. Как приехали, это в основном был мувинг, вот, на мувинге летом хорошие можно было деньги зарабатывать, вот, тем более, если не в какой-то компании, там, где один грузовик, который еле едет, а в компаниях, которые там уже по 7, по 10 грузовиков, и которые уже не хелперам, а водителям, там, форманам, то нормально ребята зарабатывают, Вот есть компании, которые, допустим, скажу ребятам, может, интересно будет, чтобы, которые люди приезжают сюда и хотят какую-то первую работу на время, на первое время, допустим, то будет хорошее, хорошее тем, что, если получить водительское удостоверение, вот в Нью-Йорке, допустим, с водительским удостоверением Нью-Йорка можно водить грузовики до 5 тонн без пневматической системы, вот, соответственно, можно работать водителем на грузовике, на мувинге и получать на 3, на 4, на 5 долларов больше, чем просто хелпер, вот, а права дают на 4 года в Нью-Йорке. Хелпер это типа грузчик? Да, просто носишь и все, а водитель это, ну, за рулем перевозишь, это еще. А что получает хелпер? Хелпер, зависимости, опять-таки, от компании, есть компания здесь одна, очень крупная, но они занимаются перевозками очень дешевых клиентов, у них рейты очень маленькие и платят там то ли 8, то ли 9 хелперу в час, вот, но это все кэшем, как бы, не на чек, водитель там получает, по-моему, 11, у меня стартер зарплаты на мувинге была 15, вот, Уже, слушайте, уже ничего. Да, я об этом и говорю, вот, но есть компании, которые обслуживают очень дорогие билдинги и там, как бы, получается там целая схема, у боссов компании есть знакомые, которые, дормены в этих билдингах, и они просто вот рекомендуют и все, и они там, мувинг, допустим, дешевой компании, квартиры, ту бедрум квартиру будет стоить в дешевой компании, там, ну, 600, грубо говоря, долларов, в дорогой компании, которая, дорогими билдингами занимается, то это будет стоить 2,5-3 тысячи долларов. То есть уже муверы должны быть с высшим образованием? Да, ну, типа того, да, но там, конечно, упаковки, все материалы, все, в дешевой компании там покрывало накинули, перетащили, и все. Я вчера, ну, вечером был на праздновании там, старого нового года, и там женщина рассказывает, она сейчас риэлтор, а 20 с лишним лет назад, 25 лет она приехала, и у нее первая работа была, ну, ей говорят, вот будешь тут стоять, улыбаться, там люди приходят, партия какая-то, значит, ты будешь кофе наливать, пирожок давать, и вот кофе, чай, там, чего они хотят, будешь наливать. Она улыбалась, и пока в конце партии не пришел какой-то американец в ковбойских бутсах, там, какой-то такой ковбой, и говорит ей, тикав, но она дает булочку, и говорит, тикав, он говорит, тикав, она думает, ну, раз такое дело, налила ему в чашку, пол чашки чая, пол чашки ковбой, ее уволили, да, поэтому, я про знание языка, да, язык, в любом случае надо знать, учить, не лениться, поскольку, если полным-полно людей, которые здесь приезжают, и у нас на Брайтоне живут так годами, никуда не вылазят оттуда, там дырак. Чем они занимаются? Да, не знаю, может где-то работают, кто-то в каком-то офисе хорошем, но без языка особо не пойдешь никуда, только с нашими работать, а наши не предлагают больше, чем американцы, намного ниже предлагают зарплату. Если вы ограничены, допустим, вы вот это можете, а это не можете, если у вас ниже квалификация, в силу того, что у вас языка нет, то есть ваша рыночная стоимость ограничена. Ну, конечно, конечно, оно и стоит меньше. Ты же не участвуешь на рынке, это совершенно другой рынок, вот на этом рынке так платят, вот на том рынке так платят, иди на тот. Некоторые просто придумывают для себя отмазки тем, что не выходят никогда из зоны комфорта, тем, допустим, вот здесь у меня магазины, вот здесь мои знакомые, вот у меня тут все хорошо, зачем мне учить язык? Таких полным-полно здесь очень. Это тенденция, конечно, не сильно приятная. Слушайте, я слышал фразу такую, там, ну, речь была о том, что люди, которые живут на Брайт, они ходят в тамошние магазины, и эти магазины, во-первых, там привычная еда, во-вторых, она хорошая, то есть не то, что там дряльнее торгуют. Нескоро, да. Да, хорошая еда, и она дешевле, чем в американских. Вот если ты пойдешь в американские покупать, то, вот скажем, аналогичная вещь в американском дороге. И вот я слышал такую фразу, где там, почему все покупаете в русском? Или там, где вы покупаете? Говорит, а почему не покупаете в американском? Говорит, а мы в Америку не ходим. Ну да, есть такое. Там русские магазины, все. Даже шубы русские висят, и такие палатки, как у нас в Украине, тоже есть на базарах. Нью-Йоркские магазины, которые шубами торгуют, шубами, они как бы сладятся. То есть там как бы недорого, и такие они, с прикидом, шубы, и такие там, не знаю, ну как бы такие цены, что таких нигде нет. У меня такое впечатление, как будто там люди застряли просто, машина времени сломалась, и не перенесла их никуда в будущее, они просто застряли там. Но дети их вполне, как бы американские, и вот если посмотреть на Адуши каких-нибудь, да, они уже сколько живут, там из поколения в поколение, и они не хотят меняться. Эти просто не могут, может быть, им сложно. Я знаю, в Баригоне есть такие поселения, староверов, не только в Баригоне, на Аляске есть. Мы были, мы ехали из Вашингтона один раз с ребятами, и заехали в деревню Амишей, здесь, не помню, то ли в Пенсильванию, то ли в Филадельфиле, я точно не помню где. Вот, там это был, конечно, ужас, ну как ужас, шок. Люди в 21 веке, и не пользуются электричеством, все на каретах, обрабатывают ручную все поля, эти там женщины коней этих таскают, так что вообще, ну, конечно, диковато немножко. И это все устойчиво, при том, что эти дети ходят в американскую школу, у них нет такой, я надеюсь, я не знаю там деталей, но вряд ли есть какая-то специальная там Амишевская школа, где учат не так. Это было, это было. Мы рассказывали им в какой-то возраст, когда они становятся совершеннолетними, им предоставляют выбор, уйти в некоторое время в цивилизацию, там побыть и решить для себя, хотят они быть в своей общине, либо быть в цивилизации. И все. Но говорят по-английски при этом. По-моему, да. Скорсовод разговаривал на английском. На английском. Ну да. Так вот, в Орегоне есть там люди, вот они там живут поселениями, на Аляске, староверы, то есть сколько лет прошло, и вот они придерживаются такого образа жизни, и то есть им как бы в масть вот эта замкнутость, им нравится. А те, которые в Нью-Йорке, у них просто проблемная ситуация, которая на уровне их детей уже не существует. То есть они как бы адаптируются и все. Ну, ничего страшного. Хотел рассказать еще пример, один парень не ходил здесь, искал работу, связанную с IT, пока еще не ходил, не выходил на рынок на американский для поиска УК специальности, и обзвонил тут пару объявлений, там, где требовались в техподдержку люди, в IT, в Direct TV компания, как-то так. Конечно, да. Это спутниковый телевизор. Да, да, да. И вот там компания занимается, у них есть американские клиенты, и все остальное, но они платят, по-моему, 12 долларов в час на чек. Техальному человеку с документами, то есть он заплатит налоги, и все остальное, это получится 7 долларов в час. Вот, это русская компания, и все. Вот, преимущества и недостатки и знания английского языка. Зарплата в три раза меньше, сразу предлагаю. А если бы это был американец и работал на американскую публику, это было бы сколько? Я точно не знаю, но наверняка больше 20, а то и порядка 30. То есть такой тихий. Ну да. Здесь еще нюанс такой, они не предоставляют никаких бенефитов, как бы можно иметь там поменьше зарплаты, но у тебя будет и страховка, и все остальное, весь пакет бенефитов, как бы, и это экономит большую сумму денег. У меня, допустим, в компании страховка, если бы компания не плачивала, то страховка мне обходила бы 1200 долларов в месяц. Подождите, вы один или у вас семья есть? Нет, у меня семья есть. А, так это вы скрывали. Ну-ка, давайте. Ну, это я не знаю, я для этого не освещаю. Но, как бы, дети есть или только... Нет, у меня жена. А, жена. Ну, хорошо. А, но она работает или что делает? Да. Ну, не тестер. Нет, не тестер. Как? Пока на данный момент еще нет. Она не говорит, а я тоже пойду. Я ей предлагал, но она говорит, пока еще не знаю. Мое. Молоденькая совсем, наверное. Да. Ну, как совсем? Все, ну, на год младше. А, окей. Ну, это не 18 лет. Хорошо. Ладно, что же. Интересно. Давайте мы ребятам скажем, что у вас там есть видео чуть ли не на полчаса. Да, да, вы написали, как вы в школе учились. На 30 минут я там рассказывал, да, как я учился, где я учился и как я проходил интервью, как я получил контракты и на каких условиях. То есть, подробности. Я это и не знал бы, но вдруг какая-то лавина на меня пошла. Знаете, как, когда подписчики что-нибудь такое увидят, они начинают тебя информировать. Там кто-нибудь гадость про тебя сказал, или наоборот похвалили, или там еще что-то. Вот. И вдруг на меня посыпалось, там, говорит, вот, вот, я говорю, что такое? А я помню, что у вас был другой сюжет какое-то время назад, когда вы упоминали, но в детали не уходили. А, было, да. Это мы небольшой анонс сделали, я еще тогда учился в школе. Да, да. Вот я помню, что была такая штука, тоже мне присылали. Вот. И... Не сиди спрячься тут. Вот. И я думаю, ну, не рассказывают и не рассказывают, что я-то чего. Вот. А тут говорят, вот там подробности, значит. Я решил просто до того, как я не найду работу, ничего не освещать, не рассказывать. Я решил сначала... У нас такая позиция, вот мы получаем что-нибудь, какой-то документ, мы где-то учимся, получили результат, который хотели. Все. Тогда мы рассказываем от начала до конца, чтобы не было потом никаких... Вот. Там не учли это, а уже сказали... Ну да, да. Но вы уже все-таки какое-то время поработали, то есть у вас есть какая-то дистанция, вы можете обернуться назад во времени и просуммировать, обобщить, что-то такое. То есть вам попроще в этом смысле. Ну что же, хорошо. Ладно. Давайте мы... Что сделаем? Давайте я вас поблагодарю за то, что вы, значит, в воскресный день тут время тратите, чтобы рассказать ребятам. хочу поблагодарить наших слушателей, потому что, вот я смотрю, что 48 минут мы уже... Тут запись моя почти 49, не знаю, сколько там останется, когда все это дело смонтируется. Хотя я, как я вам сказал, я особо не монтирую ничего. И, ну, я буду очень рад, если ребята пойдут, посмотрят, послушают. И те вопросы, которые, например, они найдут отвеченными у вас, они хотят менять, и там не будут. Потому что я беспокоюсь, я тоже иногда не могу даже рассказать, они что-то спрашивают. Вы бы лучше спросили тех, кто с той стороны процесса. Поэтому... Я сделал плейлист. У меня есть плейлист, ну, типа там, рассказы выпускников. Отзывы как-то так. Ну, как-то он там называется, да. Я так каждый раз радуюсь, что ничего-нибудь рассказать это партнер в этот плейлист. И вот смотрите. Вот. И плейлист растет. Вот. Растет количество блогеров у нас. Да, я считаю, это правильно. И тенденция такая, что люди получают новые хорошие камеры в своих телефонах, и люди снимают все, что происходит в их жизни, и много информации получают. Вообще сейчас на селлфонах можно снять лучше, чем, скажем, там, пять лет назад там на большинство камер. Да, да, конечно. Это просто чудеса какие-то. Я не представляю, что там... Понятно, что это не оптика вот этой штучки. Это, наверное, какой-то софтвер, который там стоит обрабатывать. Даже я не представляю, как это технологически сделано. Но мы всегда знали, что вот поверхность линзы, да, там площадь... Да, тиркальный фотоаппарат. Площадь этой линзы, качество шлифовки этой линзы, ну, то есть, вот это, это качество, там, изображения. А тут смотришь, оно такие пикселы. Как же эти пикселы, вот эти вот в таком количестве, в такую маленькую штучку уместились? И сейчас еще экраны делают такие, которых пикселей не рассмотреть. Плотность пикселей на экранах такая сумасшедшая. Да, да. На патефонах вот этих вот... Да, да, да. Как же он туда споял? И поет оттуда. И оттуда поет, да. Такие вот вызовы времени. Ну, хорошо, значит, братьевнику привет передавайте, супруге тоже. Да. Вам хотелось бы тоже сказать спасибо за то, что вы делаете. Стольким людям помогаете школой. Вот. И спасибо за такую возможность мне. Знаете что, давайте я вам, раз вы так в эту сторону пошли, давайте я вам вопрос задам. С вашей вот колокольни, если оттуда смотреть. Я часто слышу такие фразы, что вот Михаил, он берет деньги за то, что и бесплатно есть, и за что же деньги-то берут. И вот как бы с вашей стороны, вы за что деньги-то платите? Вот все же бесплатно есть. Бесплатно то, что есть, это просто теория. И теории полным-полно можно стать и по словам бесплатной теории и сумасшедшим программистом. Но в плане того, что показать, как это на самом деле, как это в компаниях происходит, какие виды всего, всевозможных тестирования видов есть, и как это применяется, в каких случаях один вид тестирования приемлем, который неприемлем, вот, какие сильные и слабые стороны в резюме, в наших, в наших историях про себя, и так далее, этого всего нет в интернете. Ну, я скажу, что мне очень понравилось то, что вы вначале сказали, что можно и крутым программистом стать, читая. Да, это хорошая штука, да. Научки есть, научки добиваются очень многого и сами, но они же не рассказывают о том, сколько они распоткнулись 200 раз до этого, вот, а школа помогает тем, чтобы сделать как можно меньше спотыканий, как можно меньше ошибок, а проблемы, ошибки будут у каждого, были, есть и будут, поэтому ко всему не будешь подготовлен, но благодаря школе готовишься намного лучше. Ну, хорошо, я на самом деле считаю, что люди, которые могут сами, так они и должны сами. Я со своей стороны как бы вклад вношу вот в это сами, то есть я с очень большим уважением отношусь к тому, что люди хотят сами. И вот у нас есть там на русском языке там 20 часов занятия, я там начитал, я все, что знал, рассказал там. У нас есть на английском канал, вот этот в Портновском на ютубе, и там и про автоматизацию, и про agile тестирование. И вот то, что у нас про agile, тестирование, такого вообще нигде не найдешь, потому что и это публично, я вывесил и процесс документации, то, что там Яна Бурза читает, я тоже вывесил, потому что я считаю, такое нельзя прятать. И Яна, когда прочитала курс по agile тестированию, вот эту лекцию, она тогда работала в компании VMware, которая делает виртуальные машины, и она была там каким-то лидом, лидом по автоматизации. Ее начальник в VMware, он такой грамотный дядька, и он читает всякие блоги там, ну, профессиональные и так далее. И он читает в блоге, очень известном и авторитетном, читает, что мужик говорит, вот я подумал, значит, если вот у нас agile, вот мы переходим на agile, надо понять, как тестировать, какие есть ресурсы. И он там изучал рынок, туда-сюда ходил, и в итоге говорит, что, да, наткнулся на лекцию Яны, которую я повесил. И он говорит, пока есть вот такие, как Яна, и такие видео, он говорит, можно жить спокойно. Понимаешь? И да, и начальник ее вызывает, и говорит, ты что ж такое-то, ты какой-то там школе учишь, а давай теперь у нас будешь тоже там семинары вести. И она уже не могла отбиться, и, значит, там ей поручили вести семинары, в этом VMVR тоже для сотрудников. Поэтому я-то как раз наоборот, я говорю, господи, да учись, вот тебе все в руке. Ну, то есть я не буду тебе при этом резюме делать, я не буду заниматься твоими проектами, но даже в нашем курсе, который бесплатный, там висит на русском, там есть пара маленьких проектиков, там есть резюме Builder, там есть этот самый телекоммуникационный, там как он называется, я уже не помню. Вот. с подпиской, там на разные сервисы, но, ну, пожалуйста. Поэтому. Я думаю, проблема некоторых, нам много спрашивали, тоже задавали вопрос, лучше пойти на онлайн-курс, либо ехать стационарно и учиться и так далее, не брать во внимание сумму курса и так далее. Проблема некоторых людей, то, что им тяжело заставить себя учить, когда удаленно находишься, это тяжело. Для меня это не было проблемой, я заплатил деньги, пускай не такие большие, но я должен был чисто перед собой быть честным, грубо говоря, скажем так. И если я пошел на это, я должен заканчивать это, и все. А так, пустую, потрачено время, свое, что я... это сложно очень быть собранным, потому что ты живешь дома, ты не поменял обстановку, у тебя очень много всяких обязанностей и в семье, и по работе, и с друзьями, и сейчас чем-то, и у тебя намерение хорошее, чисто, искреннее, то есть ты хочешь, да, но, когда доходит до реализации, я могу сказать, что у меня тоже так бывало неоднократно. Вот был случай лет, не помню, 5-6 назад, что-то мне это причерно судилось, и я хотел получить такую психологическую сертификацию, называется Certified Career Counselor. И эту сертификацию получают люди, которые в университетах работают, и инструктируют студентов, как там, с поиском работы, но чистая психология, там, тестирование и так далее, это часть программы на мастера по психологии. И я записался на этот курс, заплатил 2000 баксов. Неделю туда они приехали, я целую неделю ходил, там, с народом познакомился, вообще тусняк классный, со всей страны люди съехались, подружился с теткой из Тринидана и Табака, на университете там консультировать. Ну, в общем, так все было замечательно, но дальше нужно в течение полугода было делать проект, то есть там дают задания, и вроде бы у меня и студентов полно, и так далее, но я не могу сфокусировать, у меня столько дел, у меня текучка, я просто не могу этим заниматься. И так оно и похерилось, так я не сделал этот проект, и так пропали эти 2000. Я не жалею, потому что это как бы я сам, сам хотел, и сам отказался в итоге, но я очень хорошо понимаю вот это вот. То есть сидение в классе тебя заставляет, а так, когда там что там, чего там вроде и задания. Даже не смотрите, как планировали домашние задания в моем классе, половину, наверное, делали потом в Союз, совсем мало людей их делали. Больше половины, вот у меня сейчас, там 100, ну скажем, из 130 человек, там же, понятно, что еще получается, 130 своих из этого класса, но там еще человек с 30, 40, 50 приходит из бывших классов, закончивших классов, повторяют, повторяют, там интересуются. И во время урока там было, может быть, 165-170 человек. А количество людей, которые сделали квиз, который тест, который надо было сделать, 60-70. И я каждый раз говорю, ребята, если вы не будете, вы не сможете, и так далее, я каждый раз пугаю, и стращаюсь. А что можно сделать? Много людей думают, пришел, оформился в школу, заплатил денег, и ждешь, когда тебе оффер пришлет. Ну, даже не знаю, что сказать. Ладно, мы будем, как бы, больше ориентируясь на тех, кто готов сегодня чем-то заниматься, потому что, очень многие, они переходят в разряд повторяющих, и через 3 месяца, 6 месяцев, иногда через 2 года, они вдруг выныривают, и говорят, Миша, я готов, понеслось. Понеслось? Потому что у меня каждый человек, который не работает, он как этот самый лаймилд на мне там накапливается, и я не знаю насчет кармического влияния, но, во всяком случае, ощущение незавершенного дела у меня есть. Поэтому так. Хорошо, давайте мы тут еще можем долго болтать. Вот у меня сейчас уже 59 минут, там 13 секунд, ровно час. В общем, родственникам привет, и ребятам там в этом чате тоже передавайте, ссылочку дайте, вот мы там поболтали. Если еще кто хочет, скажите, еще кто хочет поболтать, мы с удовольствием запишем, вот, и пусть делится опытом. А вы тоже у нас не пропадайте, и глядишь там через годик-другой, а там, может быть, знаете, как работу поменяете, и там еще что-нибудь расскажете. Я обязательно об этом буду рассказывать, все, ну хорошо тогда, давайте, счастливо. До свидания. До свидания.